Августовская педагогическая конференция проводится на протяжении многих лет. Здесь подводят итоги года прошедшего и строят планы на будущее. Но нынешняя встреча педагогов особая. В образовательный процесс внесла свои коррективы пандемии коронавирусной инфекции. Мы очень соскучились по занятиям, занятиям вживую, они онлайн, хотя в этом году мы их проводили, у нас все объединения работали так же, как и школы на удаленке. Но в этом году мы надеемся, что пандемия все-таки обойдет стороной и мы будем продолжать работу в прежнем, настоящем, реальном режиме. Одна из основных тем нынешней конференции – цифровизация образования, использование в обучении современных технологий. А потому неудивительно, что участников мероприятия в фойе школы встречали роботы. В муниципальных школах проводятся дополнительные занятия по программированию и робототехнике. Здесь как раз представлены самые успешные работы детей, которые проявили себя на муниципальных площадках, на областных соревнованиях. Выступивший перед собравшимися глава Ленинского городского округа Алексей Спаский поблагодарил педагогов за труд в непростых условиях пандемии и отметил, что администрация округа будет прилагать все усилия для всесторонней поддержки учителей. Я хочу поздравить вас с уже наступающим учебным годом. Я хочу пожелать вам талантливых и усердных учеников. Я хочу вам пожелать здоровья, ну и получать хороший кайф от своей работы. Поздравляю. Традиционно на конференции проходит награждение педагогов грамотами, почетными знаками, благодарностями различных ведомств. Свои награды в этот день получили более 30 педагогов. Впрочем, для всех них главная награда – возможность работать. Первый сентября – это каждый раз первый класс, каждый раз с новыми эмоциями, с новыми силами. Будем надеяться, что все будет хорошо, с условиями, мы со всеми условностями, вернее, мы справимся. И ожидаем хороших отметок. Десяти педагогам глава муниципалитета вручил сертификаты на получение квартир. Одной из обладательниц нового жилья стала Марина Соблева. Она с 1998 года работает в Видновском лицее. Более 20 лет живет в общежитии, где они с мужем воспитали двоих детей. Я испытала огромное волнение, смешанное с радостью. И еще я испытала чувство огромной благодарности нашему руководству, в частности, управлению образованием, которое всегда относится к нам с пониманием. Выступившая перед собравшимися начальник отдела образования администрации Ленинского городского округа Светлана Ломакова отметил, что в округе созданы все условия для того, чтобы и педагоги, и ученики имели самые широкие образовательные возможности. Образовательные организации Ленинского городского округа участвуют в трех национальных проектах. Цифровая экономика, демография, образование. В рамках федерального проекта информационной инфраструктуры, национального проекта цифровая экономика, все образователи организации подключены к высокоскоростному интернету, что позволяет в полном объеме приступить к цифровой трансформации школ, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам. В нынешнем году почти 12,5 тысяч детей пойдут в детские сады, 26 тысяч – в общеобразовательные школы, из них 3,5 тысячи – первоклассников. И несмотря на сложности, наши педагоги готовы и дальше отдавать свою любовь и знания детям. Максим Козлов, Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.